Декларация Кроме того, обязаны представить декларацию адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, а также индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения. Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается работодателем. 13% НДФЛ удерживается от заработной платы. В каких случаях физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать декларацию? В случае, если налоговый агент не удержал налог на доходы физических лиц и не сообщил об этом в налоговую инспекцию, налогоплательщику нужно будет самостоятельно исчислить сумму налога и представить декларацию. В случае, если налоговый агент не удержал налог на доходы и сообщил об этом в налоговую инспекцию, то инспекция самостоятельно рассчитает сумму налога. Эта сумма будет включена в сводное налоговое уведомление, будет направлена налогоплательщику и срок уплаты этого налога будет так же, как по имущественным налогам, не позднее 1 декабря текущего года. У каждой процедуры есть сроки подачи. Расскажите, когда подавать налоговую декларацию? Срок представления налоговой декларации по форме 3 НДФЛ за 2023 год не позднее 2 мая 2024 года. Сумма налога, исчисленная в этой декларации, должна быть уплачена не позднее 15 июля 2024 года. В случае, если налогоплательщик не представил своевременную декларацию, к нему могут быть применены штрафные санкции. Кто в электронном формате может подать налоговую декларацию? В электронном формате могут подать все налогоплательщики, которые подключены к личному кабинету налогоплательщика физического лица на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Есть преимущества и недостатки подачи документов в электронном виде. Не тратится время на поездку в налоговую инспекцию, либо в МФЦ, чтобы сдать эту декларацию. Во-вторых, в личном кабинете налогоплательщика уже есть данные о самом налогоплательщике, то есть какая-то часть декларации уже заполнена автоматически. Более того, там уже есть выгружены сведения по справкам 2 НДФЛ, то есть все сведения, которые поступают от налоговых агентов, они автоматически попадают в личный кабинет налогоплательщика. Кроме того, подав декларацию в электронном виде, можно также отслеживать, на какой стадии проходит проверка его декларации. Ольга Петровна, расскажите про изменения и новшества в 2024 году. С 1 января 2024 года изменились суммы социальных вычетов. Ну, например, если раньше вычет на обучение детей был не более 50 тысяч, то с 1 января 2024 года он увеличился до 110 тысяч на каждого ребенка. Социальные вычеты по лечению. Есть дорогостоящее лечение и недорогостоящее. По дорогостоящему лечению вычеты предоставляются в полном объеме. Недорогостоящее лечение. Раньше сумма была, в общем, 120 тысяч, сейчас 150 тысяч. С 1 января 2024 года. Кроме того, с этого года у налогоплательщиков появилась возможность получать социальные вычеты в упрощенном порядке. Это на лечение, на оплату обучения, на оплату физкультурно-оздоровительных услуг, а также оплату страховых взносов по добровольному медицинскому страхованию, негосударственному пенсионному страхованию. Хотелось бы обратить внимание, что упрощенный порядок, он работает в проактивном режиме через личный кабинет налогоплательщика. Значит, к нам поступают сведения от налоговых агентов и банков. Соответственно, формируется предзаполненное заявление и отправляется налогоплательщику на утверждение. Предзаполненные заявления формируются не позднее 20 марта по сведениям, полученным до 25 февраля и в течение 20 дней по сведениям, полученным после 25 февраля.